описание представленных томограмм пациентки 1990 года рождения от 13 октября 2019 года область исследования головной мозг и интеркраниальные сосуды передних отделах серпа выявлены две типичные менгиомы размерами 12 на 9 на 4 миллиметра и 14 на 13 на 5 миллиметров в центре серпа аналогичное включение размером 8 на 6 на 4 миллиметра контур их ровный четкий перифокального отека нет срединные структуры головного мозга не смещены третий и четвертый желудочки мозга не расширены боковые желудочки асимметрично не расширены правый 7 миллиметров левый 4 миллиметра цистерна основания мозга прослеживаются не деформированы область турецкого седла не изменена гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен хиазмальная область без особенностей моста мозжечковые углы свободны сельвеевые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон не расширены других участков измененного мр сигнал в веществе головного мозга не выявлено ствол мозга без особенностей мозжечок симметричной однородной структуры церебр спинальный переход без особенностей – придаточные пазухи носа в зоне сканирования в альвеолярной бухте, правой гайморовой пазухе, киста размером 17х10х10 мм. При МР ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D TORF-VET, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева, симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия расположена срединно. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон, а невризм, артерио-венозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической изветости сосудов головного мозга не выявлено. Обращает на себя внимание гипоплазия левого поперечного венозного синуса, справа его диаметр до 8 мм, слева до 3-4 мм. Заключение. МР-картина гипоплазии левого поперечного венозного синуса, асимметрии боковых желудочков, фалькс, менингиом, киста правой гайморовой пазухи. Рекомендована консультация невролога. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики ССГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый вечер. В целом ничего катастрофического в голове у вас нет. Фалькс-менингиом – это случайная находка, не имеющая особого значения. Артерии головного мозга также без существенных особенностей. Но у вас резко сужена в диаметре левая поперечная вена головного мозга, левый поперечный синус. Я его показал на приложении фото с трелкой. Из-за этого нарушается отток венозной крови от головы. Весь отток крови идет через правую сторону, растягивая правый синус, что и вызывает боли. Это не смертельно, оно ухудшает качество жизни, с этим надо обратиться к неврологам. Часто в такой ситуации помогает мытье головы горячей водой. Вопросы от пациентки. Здравствуйте. Спасибо большое за вас ответ. Прошифровки первоначальной про менингиомы не было ни слова. Тот специалист их не заметил, либо не придал значения. По поводу синуса правого там также было описание. К неврологу записалось, как вы считаете, что может быть причиной такого сужения вены. Ранее во время беременности мне ставили диагноз вероятностный антифосфолипидный синдром, сделали за густотой крови. Тромбоза ведь не видно на снимках? Спасибо еще раз. Ответ врача. Данных за венозный тромбоз нет, скорее это врожденный порог развития, малый диаметр вены. Про ранее неописанные менингиомы сложно сказать, скорее не заметили. Вопрос пациентки. Спасибо еще раз. Не знаю, уместно ли задать еще вопрос, просто на моей первоначальной расшифровке киста пазухи была также не описана, однако болевые ощущения начались на следующий день после жидкости из правой ноздри. У лоры была несколько раз, соответственно, со своей расшифровкой МРТ. Может ли боль спровоцирована кистой? Болит справа в лобной части и чуть выше. Приложила свою расшифровку, извините, если неуместно спрашивать. Ответ врача. Киста такого размера и положение – случайная находка, не имеющая никакого значения. Основная проблема – это венозный отток. Вопрос пациентки, еще раз спасибо, если я вас правильно поняла, тромбон с вен головного мозга можно исключить проведенным исследованием. Ответ врача – да, есть достоверные МР признаки тромбоза. 댓л gerek. До новых встреч. Пока. Пошли. Пошли. Продолжение следует...